Вы матерый инди-разработчик. Ну там, C-Sharp знаете, JavaScript, кучу других страшных слов. И вот настал тот момент, когда вы решаете сделать игру пятилетки. Да вот только 3D-моделек запилить для вас некому. Не беда, вам поможет криворукий моделлер. Я расскажу вам, как быстро и безболезненно слепить 3D-контент для вашего шедевра. Меня зовут Дмитрий. Понеслась. Шутаны – тема интересная. Но судя по тому, что инди-геймдев предлагает, разработчики не особо проникаются этой темой. Но в самом деле, какие пиу-пиу могут здесь быть, когда мир нуждается в новом симуляторе колдыря? Ну а те, кто решился на подвиг и пилит по стрелушку на 10 кончиков пальцев из 10, по идее знают, что просто пальбы будет недостаточно. Неважно, делаете вы шутерок на вечерок или дрочильню с вышками на 30 часов. Способов украсить локацию цифровым кетчупом должно быть чуть больше одного. К примеру, закидать злодея гренами – один из многих вариантов. Так что давайте сообразим простую модельку гранаты по такому случаю. Для старта обзаведемся примитивом цилиндр, наградив его в параметрах 8 сторонами и конвертируем в editable poly. После чего в режиме вертексов придадим нашей заготовке очертания будущего творения. Ну и зальем его жизнерадостными серыми тонами. Продолжим настройку внешнего вида сей болванки. В верхней части законнектим вот эти ребра и доведем формы до желаемых. Дальше выделим один полигон в нижней части и лезем в опции Bevel. Накрутим его примерно до такого состояния. Это ребро утилизируем при помощи падения на клавиши Ctrl-Backspace. Ну или Ctrl-Забой для тех, кто в теме. Следующие три полигона тоже выдавим Bevel, выбрав способ PyPolygon. С оставшимися двумя поступим аналогично, также удаляя ребро сверху. Эти грани коннектим и воткнув флажок, или как бы оно там ни называлось, возле Edge, приподнимем новое ребро чутка выше, а то, что над ним, перетянем самую малость в направлении центра. Избавимся от остального хлама, оставив данный сегмент, и топаем во вкладку Tools. В ней жмакаем на инструмент Array. Количество сегментов ставим 8, а поворот по оси Z 45 градусов. И да, поставьте флажок возле копии, так вам не придется еще раз конвертировать сегмент в Editable Poly, чтобы приатачить к нему остальные. Дальше выделим все вершины этой фиговины и тыкаем на стройки Weld, чтобы сварить близко расположенные вертексы, как вот здесь. Если понадобится, увеличьте его значение. Дыры сверху и снизу залепим. Выделив ребра в режиме Border, тыкаем на Cap. Теперь экструдируем верхний полигон. И коннектом добавляем дополнительные грани. Затем, все тем же экструдом, выдавим следующие полигоны примерно вот так. Вот от этих Эджей избавимся ранее показанным способом. После чего, коннектим эти два, чтобы замутить некое подобие округлости. Ну и опять нехитрыми телодвижениями вылепим формы для этой болячки. Полигоны в этом месте при желании можно слегка выдавить, выбрав метод Hide. На очереди предохранительный рычаг, или как-то так. Делаем Plane со значением сегментов по одному и конвертируем в Editable Poly. Затем, выделив нижнее ребро, зажимаем Shift и вырисовываем такую шляпу. С верхним ребром аналогично. Еще одно впиндюрим здесь. Следующим шагом будет экструдирование вот этих Эджей. После чего, на вертексах верхней части, применим Weld. Ну и подгоним все это дело к первой деталине. Если очень сильно подумать пару раз, то можно прийти к заключению, что вот эти ребра нам нахер не надо. Поэтому прощаемся с ними. Еще пару штрихов и можно придать объем нашему рычагу. Для этого открываем список модификаторов и выбираем заклинание Shell. Насколько делать эту магию толстой, смотрите сами. Осталось только чека, которую мы запилим, выбрав Spring в группе Dynamics Objects. Количество сторон, сегментов, диаметр, все это настраиваем на глаз. Разумеется, делать кольцо круглее вам никто не мешает. Главное, чтобы в этом была необходимость. Его пивот передвинем в верхнюю часть, используя привязку с галочкой возле вертекс. Это упростит процесс размещения. Ну и под конец осталось втулить фиговину, на которой кольцо будет держаться. Просто взрастим небольшой бокс и слегка модифицируем его путем добавления следующих ребер с помощью коннекта. Ну и выстрогаем что-то в таком духе. Отверстие для чеки, в принципе, можно не делать по нескольким причинам. Это немного, но увеличит число полигонов, визуально поменяв чуть больше, чем ничего. Да и полностью здоровый игрок не станет заниматься поиском дырок в труднодоступных местах. Под занавес назначим группы сглаживания. Выделяем следующие полигоны. Шмакаем Clear All. И определяем их в одну группу. После чего снимаем выделение с вертикальных бороздок и назначаем для них другую. Та же ситуёвина и с остальной частью. Рычаг тоже не обделим. Чтобы не шпилить себе мозги, выделяя каждый полигон по его толщине, делаем вот так вот. Жмём на выделение по группам, выбираем все назначенные и давим клавиши Ctrl-I, чтобы инвертировать выделение. Всё это тоже в отдельную группу. В итоге получилась такая вот модель ино-гранаты почти из 470 полигонов. Если поразбивать все пятиугольные полигоны, то их количество подрастёт примерно на 20. Но в целом это удобоваримо. И на игровом движке смотрится вполне себе. Думаю, в шутан за 39 копеек впишется без осложнений. Ссылку на данную модель я оставлю в описании, рядом с ссылкой на нашу группу в контаче. Также вступаем в группу ВК Игроделы, где вы найдёте ещё больше уроков по 3D Max, Unity, а ещё текстуры и прочее. Если вам понравилось видео, ставьте мотивирующий лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. С вами был криворукий моделлер Дмитрий. Всем пока!